В сегодняшнем выпуске. Журналист информационного агентства Информбюро в данный момент находится в Европе. Он уже успел добраться до Германии и приобрести там автомобиль. Дальнейший маршрут его путешествия простирается на сотни километров. Конечный пункт – Солнечная Испания. Подробности автомобильного путешествия в нашей постоянной рубрике «Авто Евротрип». 3 июля в одном из харьковских кафе, расположенного на улице Атагара Яроша, около 10.30 прозвучал взрыв. На место происшествия выехали работники экстренных служб. С 3 июня в Харьковской области начинается реализация социального проекта для малообеспеченных безработных граждан «Рука помощи». Суть проекта – помощь в возвращении на рынок труда граждан, которые долгое время не могут найти работу, и помощь людям, которым пришлось покинуть зону конфликта на востоке страны. 3 июля в Малом зале Харьковской областной государственной администрации состоялся круглый стол на тему «Новые возможности для каждого. Как вернуть неработающих работоспособных граждан на рынок труда». Среди обсуждаемых вопросов – государственная помощь малообеспеченным гражданам и переселенцам в вопросах трудоустройства и открытия бизнеса, а также организации общественных работ в регионе. 26 июня на парковке Сумского рынка произошел неприятный случай при участии харьковских полицейских, в ходе которого потерпевшим от рук правозащитников оказался гражданин Украины. Сумма ущерба пока устанавливается, но кроме физических увечий, по заявлению данного гражданина у него пропала сумма из автомобиля в размере 25 тысяч гривен и был поврежден автотранспорт. Однако на этом история только начинается. Премьера оперы Петра Чайковского «Мазепа» состоялась 1 и 2 июля в рамках фестиваля Summer Opera Fest. На показе спектакля присутствовали журналисты, актеры, театральные критики, представители власти. Каждый из приглашенных пришел в театр с субъективным представлением о личности культового украинского гетьмана и своими зрительскими ожиданиями. Подробности далее в сюжетах. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok В прошлых выпусках «Авто Евротрип» журналист информационного агентства «Информбюро» Алексей Кусов В составе делегации из четырех человек преодолел польско-украинскую границу, добрался до Германии, а точнее до небольшого городка Аурбах, где приобрел автомобиль Volkswagen Touaron. За двое суток пути украинцы потратили 4610 евро. Конечная цель путешествия – солнечная Испания. Третьи сутки нашего авто Евротрипа продолжаются. Теперь, когда машина оформлена, куплена и уже упакована нашими вещами, мы отправляемся в путь. Первая страна, которую мы посетим, будет Австрия. Она находится совершенно недалеко, всего лишь в 560 километрах от того места, где мы сейчас. По дороге мы еще заедем в супермаркет, и я покажу вам цены, которые вас ждут в Германии, если вы приедете сюда за автомобилем, либо просто в путешествие. Поехали! Для среднего украинца будет понятнее, если сказать, что в Германии продукты примерно в два раза дороже, чем в Украине. То есть, килограмм картошки молодой вам обойдется в среднем где-то в 30 гривен. Хотя цены, которые вы сейчас видите на ценниках, исчисляются евроцентами и единичками, и двойками евро, нужно учитывать, что курс сегодняшний к украинской валюте составляет 29 к 1. В супермаркетах Германии есть все необходимое для жизни любого современного человека. Здесь вы найдете и овощи, и фрукты, и любые мясные продукты. Скептики, которые утверждают, что в Германии генно-модифицированные продукты, глубоко заблуждаются. Без сомнения, есть и такие, но они далеко не в свободной продаже. Продолжайте открывать Европу вместе с нами. Следите за ходом европейского автопутешествия в социальных сетях и на нашем канале в видеохостинге YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то хлопнуло, потом дым пошел по вентиляции. Мы сразу покинули помещение. А как скоро приехали МЧС? Моментально приехали на кухню, минуты две, не больше. После того, как мы заметили дым, минут максимум занят. А по вашим предположениям, что это могло быть? Понятия не имею, потому что я такого ни разу не ощущала и не чувствовала, вообще не видела. Ну, кафе на кухне что-то взорвалось, какая-то техническая. Как будто кухонное оборудование взорвалось, как нам сказали. Просто волной воздуха, пыль немножко посыпалась с потолка. Видимо, все взросло. Это я не услышала еще. Проходил начальник магазина. Ну, это да, через две минуты потом было. Когда я все вышли, гарный газ. Все вышли, всех вынули. Так что тут эвакуация была. Пожарные очень активно приехали. Я даже не успела увидеть, откуда, с какой стороны они тут просто появились. Все это было где-то в пологня, в 10.30 я звонила мужу, уже произошло. Доброго дня. Спольно с местной владой работаем над проблемой. Залучение людей, которые не имеют работы, до вернания на рынок прации. На жаль, социальная политика, яка у нас велась протягом последних 20 лет, она была спрямована на то, чтобы, если у человека нет работы, просто дать ей эту социальную помощь. И таким образом компенсировать ее траты, и того, что она не имеет зарплату. Подобная практика приводила до того, что жодных стимулей повернуваться и працювать у человека не было. Особенно с точки зрения на то, что государственная помощь по безработке практически сравнивала прожиткового минимума, а то, в свою очередь, сравнивала практически минимальный зарплатный план. И для чего працювать, если можно не працювать, и отримать те же самые гроші, не было совсем заходяно. Но подобная политика, она имеет еще и певный гуманитарный вимир, потому что человек, который пошел из рынка работы, и фактически стал отриманцем государственной помощи, она втрачает социальные связки. В ней меняется психология, в ней менталитет, в принципе, меняется. Из-за повноправного гражданина, который працюет сам, который приносит користь своей родине, себе особо, в городе, в стране, он перетворится на спешивача. Наша задача ПГР в том, чтобы восстановить ее социальные связки, дать ему возможность повернуться на рынок праці, працювати, утримувати себе, свою семью, и, соответственно, платить податки. С цією метою Світовий банк запропонував нам свою допомогу. В рамках цього проекту мы працюемо с людьми, которые сегодня есть безработчиками, для того, чтобы створить для них стимули повернение на рынок праці. В какой способ это происходит? В этом способе есть три. Первый способ это залучение таких людей до общественных людей. Второй способ это працевлаштование через облевое навчание. И третий вариант это дать ему допомоги в начале его индивидуальной предприятий и деятельности. Если говорить о третий вариант, то допомога с боку Світового банка надается в сумме до 65 тысяч долларов. Но эти деньги не идут ему безусловно в виде готевки. Единка, которая начинает свою приватную предприятийскую деятельность, в том, что в том, что замовляет певные товары в межах цей суммы. Это может быть компьютер, это может быть как раз обладание. И на эту сумму придут необходимые и она с их помощи начинает свою предприятийскую деятельность. Я хочу сказать, что ранее у нас был опыт, когда мы надавали на предприятийскую деятельность 15 тысяч гривен. Тогда по курсу это было порядка 3 тысяч долларов. США. Как показала практика, гроши люди отримали, но КПД, коэффициент корисных дей, от этого был достаточно низким. В Харківской области у нас таких людей, которые принимают участие в программе, больше 250 человек. Что очень важно, у вас проблема безработица связана с наявностью великого числа внутренне перемещения Харківской области демонстрирует найкращую динамику в Украине по снижению уровня безработица. Это очень позитивный момент. Это очень то, что нас радует. Я надеюсь, что объединяющая усилия мы можем досягти больше. Враховую, что это пилотный проект и Харківская область с чудовыми показниками, как и Дмитрий президент, что рынок праи. Мы хотим работать те материалы, те возможности для людей, которые смогли бы в дальнейшем масштабовать, я надеюсь, в государстве. Поэтому очень большая ценность важная события сегодня на территории нашей области. Что касается людей, которые находят новые возможности, безумовно, нужно отметить, что на Харківской области официально мы знаем, 200 тысяч вимушно переселених людей, которые живут на территории Харківской области. В пиковые часы это было почти 300 тысяч, но много людей осталось. И мы понимаем, что большая количество людей из них, которые хотели бы себе обрести заново на территории Харківской области и, безумовно, отримать гидную работу или начать свое дело. И сегодня, враховую, что саме этот пилот позволяет людям на главнейшее зрозуметь это сменить идеологию, это не люди, которые должны получать помощь для существования на территории области, как в данном случае, а именно дать им возможность, как говорят, дать им рибу, а удочку, чтобы они смогли работать, быть полезными не только для себя, но и для громады, и для области, и для государства в целом. Это очень важно, потому что сегодня очень активная работа на территории Харківской области щодо локтинизации, щодо легализации отношений трудовых щодо подвищения ревня социальных стандартов, а самое главное это вивести на новый уровень заработной платы, у нас есть певная динамика и тенденция позитивная в области, поэтому я думаю, что этот пилот очень полезный, так же будет сприять всем этим принциповым заходам, которые сегодня реализуются на территории области и в государстве и в целом вся работа рассчитана на два года, она уже у нас идет с конца 2016 года, хотя сам договор был, сам цей проект начался в 2015, он начался в конце 2016, он закинчивался в конце 2018 года, то еще практически майже рейк невеличен. По участке в пилотном проекте на сегодняшний день то, чем занимается, 146 человек виявили бажание брать участь в громадскую работу, из них 96 уже залучені до громадских работ. 168 осіб хочут працевлаштуватися на вакантные места, тобто вони не хочут займаться громадским работом, вони хотят мати постійну работу, значит из них 48 уже працевлаштовали. 53 особи виявили бажание отримати фінансову допомогу для започатывания власного бизнеса, из них 5 бизнес-планів уже розглянуті на комісії і було по ним прийнято рішення, що їм така допомога, про яку я казав, буде надана. Лише 5 із 5 дисциплів. Тобто всі ці проекти, я не готовий сказати, в чому вони полягають, ну напевно, це ноу-хаути, стартап, то, хто це починає. Але по 5 людях таке рішення вже приймете. Із 5 дисциплів. Департамент соціального захисту населення, який працює в Держпромі, його карнати усім відомий, тобто треба туда звертатись. Вони є куратором цього проєкту, вони безпосередньо відпрацьовують всі ці питання, там розслушена і сама комісія, вони відпрацьовують центром зайнятості і таке інше. Тобто, я раз говорю, це Департамент соціального захисту населення Хатківської області. Недавно ми прописали анимарандуму з нашим центром зайнятості про дальніші і полна церкву. Чим розражається? Тобто, ось за создання вже в певнінів на грант в дальнішому сель-офіце. Ну і в першу черзі, конечно, ми розробували, ми полтора дзві розробували комплексну схему, именно розміщення малых архітектурних форм. Начали этот географ. Мы пришли к тому, чтобы использовать и ресурс, и наши ресурсы, и, естественно, еще дополнительные ресурсы всевозможные. Это департамент, который есть с продолжностью на спириации, у Владимира Владимировна, мы ее тоже привлекли, потому что они там часто уже участвуют, и ищут грамоты всевозможные. В чем заключается мероприятие? Мы сегодня именно отбираем сейчас, именно малое обеспечение, обеспеченные семьи смотрим. То есть, вот, как программа еще нарабатывается, именно этот пилотный проект, но сам факт, что мы сегодня смотрим несколько категорий, это мало обеспеченные, временно обеспеченные лица, и участники АТО, не защищенные, но всевозможные категории, это самые такие, которые на первом месте. На втором месте это создание новых рабочих мест, которые разработаны, и это, конечно же, для наших предпринимателей, которые это решили в свое предпринимательское объединение. А еще для стимулей для бизнеса, для того чтобы создавать самих таких категорий, ну, по-перше, мне кажется, держава сделала все, что могла, потому что есть компенсация, если они принимают самих таких людей на работу, то у них есть компенсация за певный депутаток. А что нужно людям для предпринимателей, для того чтобы взагалі принимать человека на работу? По-перше, это предпринимательство мое взагалі развиваться, и они, наверное, мают взагалі створювать ціновые рабочие места, для того, есть укрепенная экономика. Это, конечно, вопрос, для другого стола. А если они так не хотят запровадить новые рабочие места, то у чего они интересные приемы? Або у квалификованной рабочей силы, або у дешевей рабочей силы? В принципе, заранее на цель кодексовой рекомендации у него есть возможность отримать самую, ну, на певный период, частую и другую рабочую силу. На сегодняшний день в Кальковской области ситуация по занятости несколько отличается по отношению к происходящему Украине. Если на одного аккаунта места у нас 8 человек претендует, в целом по Украине 12-13 человек, но это не те подвижки, о которых можно говорить с уверенностью, что это, в конечном итоге, даст серьезный экономический эффект. Ехал по улице Культуры 26-го числа в ночью. Заехал на парковку Альбира. Мне стало плохо, перелез на заднее сиденье. Подъехали полицейские с маячками. Моя машина покатилась назад. Я воспользовался ручным тормозом. После этого подбежали патрульные и начали ломиться в машину. Потом вызвали каких-то гражданских лиц. Сказали им, чтобы они мне взломали машину. Они сначала сорвали дворники, пытались с ними как-то взломать машину. Потом с какой-то машины тоже сорвали госномер. Плоскогубцами сделали устройство для взлома. Сорвали резинку на двери и взломали дверь. Это происходило где-то больше трех часов. В это время мне, получается, отогнули резинку на одной из дверей. И через трубочку пшикали баллонами. Три баллона или какого-то газа. После того мне взломали машину. Достали меня с машины. Полицейские меня избили. В наручники, получается, наручники одели. Потом меня кинули в машину. В это время я видел, как в моей машине вот эти гражданские лица проводили обыск вместе с полицейскими. Пропали, получается, в бардачке лежали 25 тысяч гривен. Они мне, получается, испортили еще машину. Но когда я подъехал на стоянку, я еще вызывал скорую. Когда скорая приехала, кровь с носа была. Я сидел в наручниках в полицейской машине. Спросили, нужна медицинская помощь. Я говорю, да, нужна. Но меня, грубо говоря, сказали, закрой свое лицо и сиди. И потом меня увезли уже на территорию червонозаводского райотдела. Там, получается, по дороге тоже били. Вот. Потом заставили подписать... Вот, получается, один протокол заставили подписать. Вот. И второй протокол. Вот два протокола заставили подписать. Потом мне сказали, что со мной свяжутся для решения каких-то вопросов. Вот. Это патрульной полиции сказал. И на следующее утро я узнал, что на меня еще составлены два протокола. Вот. Еще два. Еще два. Вот. Это ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. Я хотел взять копии, получается, их. Но мне дали только ксерокопию. В управе сказали, что... В управлении полиции сказали, что не дадим других копий. Вот. Потом со мной еще связался человек и вымогал деньги. Я записал, как бы, один из наших разговоров. Да, да. Смотри. Ну, блин. Ну, что, ты определился. Ну, я просто всем по званию не могу найти эту сумму. Вот. Может. Ну, нет. Там по неделю до двенадцати не повезут. Потому что в двенадцать уже не повезут. А как получается? А так... А если до двенадцати, то не повезут? Или как? Да, да, да. То есть, как бы... Блин, я просто переживаю, что все было. Но... А то вдруг... Ну, я тебе говорю, если все будет нормально, значит, все будет нормально. Ну, то есть, оно там в полиции где-то потеряется, никто его больше никогда не найдет. Правильно? Понимаешь? Да, да. А если, ну, не будет такого, что его кто-то потом найдет и опять в суд как-то... Ничто не уничтожать. Бумагу лучше, чем могу. Ага. Ну, а там никакие там начальства там в полиции потом... Ничего. 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 Да. Ну, просто такую сумму... Может, как-то чуть-чуть меньше можно. Потому что, ну, сумма сильно большая, как бы. Ну, что тебе по силам? Ну, по силам, ну, там в понедельнике, думаю, там еще человеку наберу, он мне чуть займет, вот. И, может, там какая-то сумма будет... А вообще никак дешевле, да? Нет. 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 А если там 400 хотя бы, ну... Нет. Это 500 долларов, короче, нужно отдать будет. А? Да. Это, получается, только, ну, 130-ю закроется, да, вопрос, а остальные все открыты будут? Да. Да. Остальные остальные. Ну, остальные... Остальные, ну, машину я тебе не закрою, потому что... Потому что, ну, это, как бы, ну, дело чести. Как бы... Остальное там все, ну, ну, мы говорим, багажник там 30-й максимальный штраф. Ага. А это... Эти ребята, ну, как бы, твои знакомые, ну, они не будут, потом у меня, как бы... Ну, а вопрос, да, понял. Ну, ладно, я понял, хорошо, конечно, конечно, я все понимаю. Ну, как мы тогда обнеделяемся? Давай в понедельник рано утром или в воскресенье вечером тогда созвонимся, чтобы я уже, ну, точь, ну, более-менее буду. В понедельник утром буду точно знать ситуацию. Я понял, давайте в понедельник будем на первом, нормально? Да, все хорошо, конечно, буду. Вот такой был разговор. Вот. На следующий день я сразу же с адвокатом поехал в прокуратуру, вот, чтобы завели уголовное дело. Вот. Взял выставки медицинской экспертизы, вот, где написано, что тут легкие телесные повреждения есть. Вот. И хочу, чтобы, ну, открылась статья 365-я, чтобы неправомерные действия превышения должностных полномочий. Ну, как бы, чтобы полиция ответила за свои поступки. На сегодняшний день я сдал анализы мочи и крови, чтобы подтвердить факт того, что я не употребляю наркотических веществ, которые мне приписали в протоколе сотрудники полиции. Вот. И обращаюсь во все службы СБУ, прокуратуры и национальной полиции, чтобы мне дали внятный ответ, почему были такие действия произведены мне. Потому что, ну, я не нес каких-то угроз для окружающих, получается, я просто сидел в своей машине и ничего не делал. Меня просто избили и увезли и требуют деньги, как бы, шантажируют за то, чего я вообще не делал никогда, тем более никогда не употреблял ничего. Вот. У меня проблемы со здоровьем, и они, получается, били меня под сердце, и теперь у меня осложнение, как бы, ну, теперь тоже приходится проходить лечение. Еще, тем более, повредили машину, замки, побили, получается, ее там поцарапали, вот, и теперь придется еще и ремонт машины делать. Была запись о парковке Сумского рынка, вот. Сегодня я узнал, что правоохранительные органы изъяли эту запись, вот, но на данный момент она или повреждена, неизвестно что. Сегодня я ходил к начальнику службы безопасности Сумского рынка и узнал о том, что ее уже, ну, она перезаписалась, ее никак не восстановить, вот. Вот, и хотелось бы получить записи с патрульной машины, потому что там были, на этом видео были доказательства, как взламывают машины, как меня избивали, вот, ну, все происходящее. Во-первых, очень большое событие культурное у нас в области, оно еще имеет большое значение историческое, социальное, справедливость. Потому что мы знаем, что Иван Мазепа именно на территории Слобожанщины, на территории сегодняшней Харьковской области был объявлен генером Украины, и он 20 лет правил страной. Была историческая несправедливость, когда этот персонаж продавался в негативном свете во время советского времени, но, тем не менее, сейчас Украина на пути становления, возвращает своих истинных героев, свою историю. У нас нет будущего без истории, и очень здорово, что именно в развитии культурном, в развитии сегодня открывает этот фестиваль именно премьера именно в Харькове, именно в Харьковском театре опера и балета. Вы видим, люди приходят, и несмотря на жару, несмотря на период отпусков, это очень важно, очень значимое событие. Приурочено 330-летие со дня, когда гетманом Украины был назначен Мазепа. Это было в Харьковской области, в селочи Коломак. И 22 июля будет открыт памятник Мазепы, и еще 22 июля мы будем этот спектакль показывать опен-эр. В основе либретта Буренина была пушкинская Полтава. Но образ Мазепы настолько легендарный, настолько велик для Украины, что оставить вариант Мазепу как предателя, хотя он настоящий патриот Украины, мы не могли себе позволить. И как мы нашли либретту, которая пристосована до историчной правды, как было написано, и мы соединили два либретта. Любовную тему оставили. Мотри и Мазепа, она была, это реальная история. Поменяли тему, мы взяли либретта Цегельского. Вторая часть будет за Цегельским, где Мазепа отправляется. У нас казнь будет проходить уже Кочубея рефреном. У нас нет третьего акта, где Мария сходит с ума, где побеждает русское оружие. Мы оставим многоточим спектакль, что Мазепа собирается походом с Карлом, походом на Петра. Вот этим мы меняем сюжетику. И хочется вообще, чтобы для Украины вернуть имя Ивана Степановича Мазепы, потому что это действительно легендарнейшая личность. Хочется показать харьковчанам, да и всей Украине, показать другого Мазепу. Знаете, Мазепу и любящего человека, и у которого болит за Украину. И хочется показать, ну то, что сейчас происходит, очень похоже на самом деле. Ведь с теми же мыслями жил Мазепа, с кем быть. До последнего он на весы ставил остаться с Петром, который его лелеял, да, и Леотис Карлом, который обещал, в принципе, свободу стране. И он хотел именно Вильну Украину, разорванную. Вот харьковчанам я хочу, вообще всем зрителям, чтобы они где-то сравнили себя, сопоставили с тем временем. Сейчас очень похожее время. И не дай бог, если оно закончится так, как закончил Мазепа, ну как была проиграна Полтавская битва. Что во всех европейских источниках, что победа Петра в то время, ну просто тормознула развитие Европы на 200 лет. И вся Европа тогда следила за подиемы Карла XII и Мазепы. Все газеты писали, уже газетное дело было развито в 17 веке. И даже есть эти газеты где-то в архивах, где тщательно следили все за то, за чем происходит. Как вы пометили, у нас совсем другое сценическое решение виставы. Нема писанных декораций, у нас совсем современное, совсем то, что потребует спорта. И, честно вам скажу, какая важность для актерской игры. Дело в том, что на этих декорациях очень, знаете, как один у поля, або как голый король. Або в тебе есть майстерность, або нет. Это очень видно, потому что вы не можете сховать ни на мальованный кустик, ни на мальовую хмаринку, ни на мальовую хатинку. Все полностью голо. Вы должны прожить, обжить эту атмосферу, насыть ты. А тут приедешь, пишай, дай, дай, уличка, свыше, вей, вей. А тут приедешь, пишай, дай, уличка, свыше, вей, вей.